Если раньше за спиной байкера можно было увидеть девушек в кожаных куртках, то накануне Дня защиты детей вакантное место занимают другие пассажиры, дочери и сыновья. Юные помощники также участвуют в акции «Игрушечный пробег». Каждый год все стабильно, проводится. Это нужно. Это нужно прежде всего детям, которые находятся в детских домах, в интернатах, которые остались без попечительных родителей. То есть мы ездим к ним в гости. А в гости с пустыми руками ходить не принято. Поэтому байкеры организуют свою акцию по сбору игрушек, вещей и памперсов. Шесть часов, шесть микрорайонов Уссуриска. Многие жители уже знают о проведении пробега, готовят пакеты заранее. Мы не первый раз принимаем в такой акции участие, потому что она на территории нашей школы проходит. Детки всегда принимают активное участие в этой акции. Даже дети, вот сейчас я шла, подходили, спрашивали, что можно принести, побежали домой. Вещи, из которых выросли дети, приносят мамы и бабушки. Школьники делятся своими игрушками. Я посмотрела в окошко, я увидела, что там грузовик стоит, или не знаю, что это такое. И хотела отдать вещи. И сюда приходил еще мой братик, большой такой. Только он свои вещи отдавал, а я свои вещи отдавала. Как показывает практика последних лет, к концу дня грузовик заполнен мешками. Их расфасуют и отвезут в дом ребенка, дом малютки и реабилитационный центр в Красном Яре. По сложившейся традиции обычно это дружба, самый активный район, Ленинградская, самый активный район. Ну, чуть потише это центр. Ну, а вообще везде люди очень доброжелательно относятся. Все замечательно. Все нас поддерживают. Данил Галечин – самый молодой участник акции. Вместе с папой он ездит на грузовике. Но обещает, когда вырастет, отправится в игрушечный пробег на мотоцикле. У меня будет два ехать. Я буду на них, я буду по очереди кататься. Сначала на одном, потом на другом. В следующем году игрушечный пробег вновь соберет байкеров в Приморье. Анна Маринец, Игорь Антонов, Телемикс. Игорь Антонов, Телемикс. Игорь Антонов, Телемикс.